Всем привет! С вами, как всегда, Ольга. Сегодня мы с вами будем готовить куриные рубленые котлеты. Блюдо готовится быстро, легко, как всегда у меня. То есть все блюдо готовится легко, непринужденно и с душой. И поэтому обязательно и у вас, и у меня должны получиться вкусными. Понравится это блюдо, я думаю, всем вашим домочадцам. И детям, и мужьям, и бабушкам, и дедушкам. Что нам для этого нужно? А для этого нам нужна куриная грудка, лук, яйцо куриное, чесночок. Вот соль, не достало соль, а перец. И посуда, где мы будем все это собирать. Куда мы будем все это собирать. Для начала, с чего мы начнем? Для начала мы сейчас порежем куриную грудку. Я всегда говорю, что куриную грудку я отдельно не покупаю. Кто меня давно смотрит, это знает. Потому что куриная грудка стоит где-то 300 рублей. Или там по акции под 300, да. Вот. А покупаю всегда кур. И разделываю кур. То есть отрезаю крылышки, голени, бедрышки и грудки. И там остается остов. И уже можно все использовать. Грудки на салат. Можно на рубленные котлетки. Можно сделать из грудок также крутышки. Все по вашему усмотрению. Ну и по цене. Они же соответственно получаются по цене. По цене курицы. Так, видно вам, что я делаю? Видно. Вот. И таким образом мы с вами потихонечку нарезаем куриную грудку. Куриную грудку я всю резать не буду. Потому что у меня это блюдо... Я буду сегодня готовить, если честно, два блюда. Но одно блюдо, которое у меня грудки с шампиньонами, я уже вам много раз в сметанном соусе показывала. Поэтому я его показывать не буду. Если кто хочет, может посмотреть это в отдельном видео. Но так вот постепенно мы с вами с разговорами и дорезаем нашу грудку. Грудку нарезали. Беремся за лучок. То, что у меня здесь приготовлено лучка, я это... Четыре луковички. Я сказала, что это, естественно, не для одного блюда. Я буду делать два блюда. Нарезаем лучок. После грудки лучок начал скользить. Надо же в этом году, какой август выдался, да? Вообще, жара идет. Ждали, ждали мы июнь, лето. Ждали, 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 не дождались. Июль ждали, ждали. И уже теперь, когда практически, по-моему, как сказать, считается, с 4 августа нельзя уже купаться на реке. И пошла, как говорится, жара. Лук нарезали. Все то же самое туда отправляем. И теперь чесночок. Такая погода была в Краснодаре, на море. Но, по-моему, на море была погода, так скажем, ничего себе хорошая. Если кто смотрит вот этих блогеров, Ольга Уралочка, они в этом году отдыхали в Кабардинке с Сафаром, с Уббегани. Вот, и она, как говорила, что там было очень и очень, так скажем, жарко. Погода была ничего себе. А у нас не удалось, так скажем. Что-то у меня, наверное, камера была поставлена не очень хорошо, было вам видно. Так вот, сейчас лучше. Так, туда добавляем яйцо. Вот иногда говорят... Сейчас, секунду. Когда говорят, значит, что рубленное мясо, его делать долго. Так, соль. Все, я говорю, в моих рецептах никаких точностей нет. Если хотите, чеснок кладете. Если хотите, не кладете. Все, как вам нравится. Соль, перец по вкусу, либо свои какие-то специи, да? Кто-то какие-то, может быть, травки, муравьки любит. Кому-то что-то очень нравится. Так, соль, перец по вкусу и все размешиваем. Ну, вот, что я начала и уже остановилась, перешла на другое. Говорят, что, допустим, рубленное мясо, допустим, манты, те же котлеты, с фаршем делать легче, чем рубленное. Ничего подобного. Мы иногда, женщины, в разы быстрее, чем мясорубка. Все это нарубим, все это дело. Готовить мясорубку еще надо мыть, все разбирать. А здесь раз, два, три, четыре, пять. И все готово. Наш фарш готов. Сейчас мы с вами достаем сковородочку. Сковородку достали, маслечко налили. Вот, и сейчас прямо ложкой, прямо ложкой распределяем наши котлетки рубленые. Вот они маленько у меня хотят расплыться. Видно вам? Ага, видно. Что-то все хочет у меня убежать куда-то. Куда-то убежать хочет. На одну котлету осталось побольше лука. Почему легко делать куриные котлеты рубленые? Потому что, вы знаете, что куриный фарш сам по себе очень быстро схватывается. Если куреную грудку просто пожарить, она иногда получается сухая. Но хотя есть тысячу рецептов, и мы их знаем, чтобы грудка была не сухая. И сейчас под крышку, все это дело я закрываю крышкой. И все это у меня будет жариться 10 минут с одной стороны и 10 минут с другой стороны. Результат я вам покажу. Вот так. Прошло, значит, 10 и 10 минут. По 10 минут показалось много. Значит, у меня вышло где-то по 7 минут. 14 минут. И нарезали мы, наверное, с вами где-то минут 6. Ну, 20-30 минут прошло. И наши с вами куриные котлетки готовы. Подавать. Вот я решила подать их так вот с овощами. Можно, конечно, сделать гарнир. Отварить резка макарон. Из одной куриной грудки, вы видели, у нас с вами получилось 5 небольших котлеток. 5 небольших котлеток. Если мы возьмем 2 куриные грудки, то получится, соответственно, 10. Вот. Говорю прям и сама слюнки аж потекли. Готовьте, как я. Готовьте лучше меня. С вами, как всегда, ваша Ольга.